Почти невозможно сделать обзор, когда рассказ о сюжете, о механиках и вообще о любом тихе внутри игры может стать спойлером и уменьшить удовольствие от игры. Но рассказать-то об игре надо. Хотите посмотреть, как я буду выворачиваться? Смотрите обзор. Здравствуйте! Вы смотрите канал Geek Media. Меня зовут Павел. Сегодня обзор об игре «Наследие из Другхиллз». Обзор будет немножко шиворот-навыворот по сравнению с традиционными обзорами. Сначала расскажу данные игры и свое мнение, а потом буду понемногу добавлять подробности, расскажу о главных механиках и о сюжете первой миссии. Как знают мои постоянные зрители, в самом конце моих обзоров есть экран «Заметки на полях». С некоторой забавной информацией он возникает на несколько секунд, и прочитать там можно что-то только нарочно, поставив на паузу видео. Вот самый серьезный спойлер, общую тему сюжетной линии всей игры, я в этот раз напишу в «Заметках на полях». В самом конце обзора я еще упомяну, кому стоит этот текст читать, а кому нет. Таким образом, раскрытие информации об игре будет идти в обзоре по нарастающей, с максимальным спойлером в виде сеттинга игры в «Заметках на полях». То есть, если даже вы посмотрите весь обзор полностью, никаких серьезных спойлеров вы не увидите. Я очень трепетно отношусь к этому моменту. Наследие — игра, которая теоретически должна выйти в 2024 году у издателя «Лавка игр». Игра рассчитана на возраст от 13 лет, разумное количество игроков, ну от 1 до 6 человек, до 5, по-моему, было в «Мортуме». Автор Сергей Миневич, он же автор «Мортума», который был издан той же «Лавкой» в 2021 году. По времени эту коробку придется играть достаточно долго. В книге правил указаны некие временные интервалы, которые потребуются для того, чтобы пройти 5 миссий этой игры. И обратите внимание, у меня не типографский экземпляр. Игра еще в разработке, у меня редакционная копия для тестов. Она низкого качества, но для знакомства с игрой нам вполне подойдет. Поэтому на качество компонентов не пеняйте, все просто напечатано на принтере на толстой бумаге. И в частности напечатана вот такая страничка-дисклеймер. Не знаю, будет ли она в окончательной версии игры. Я двумя руками за ее наличие в коробке. Игра эта не для детей ни разу. Наследие из Брукхиллс — приключенческий остросюжетный детектив с неожиданными поворотами и моральными дилеммами. Это как сценарий фильма, общая канва которого с различными вариациями прописана автором, а конкретное развитие событий вы выбираете сами. Если вы играли в Мортум, то это ближайшее, что похоже по игровому опыту, но наследие заметно круче. Что неудивительно, игра и позиционируется издателем и автором как развитие и улучшение идей Мортума. Мое мнение, игра шикарна и кинематографична. Игра постоянно пытается вас удивить и подарить неожиданные моменты. И по механикам, и по сюжету, и ей это удается. Я сыграл все пять миссий практически доделанной игры и показал первую миссию нескольким компаниям людей. Причем часть людей, которым я показывал на эту игру, была не сильно настольная. Получил очень положительные рецензии. Ориентируясь на кинофильмы, думаю, можно сказать так. Если человеку нравятся остросюжетные фильмы, детективы, боевики, то игра ему понравится с очень высокой вероятностью. Если же человек на дух такие фильмы не переносит, считает все это кровавым мордобоем, как говорила моя мама, и смотрит в основном мелодрамы и комедии, то предлагать ему эту игру, пожалуй, не стоит. Сложность детективной составляющей средняя. Даже, наверное, может быть ближе к низкой, но для тех, кто не в курсе современных трендов, кто не смотрит актуальные киношки и живет в неком мире Пушкина и Достоевского, игра может представлять реальные сложности. Читая отдельные бабушки и дедушки, вообще не пойму, что-то и почему здесь происходит. Теперь немного о том, что внутри самой коробки. В игре 5 миссий, связанных общей сюжетной линией повествования. Играть их нужно по порядку, и очень желательно постоянным составом игроков. Так будут круче впечатления у играющих. Хотя миссии почти не связаны игромеханически, но связаны сюжетно. И, конечно, можно рассказать новому игроку, что происходило в предыдущих главах, и в игре даже предусмотрены специальные текстики в конвертах содержания предыдущих серий. Но я советую собрать постоянный коллектив в 3-4 человека, и пройти этим коллективом всю игру от начала до конца будет гораздо лучше. Давайте расскажу завязку первой миссии. Эту информацию вы получите в первые секунды игры, поэтому это практически не спойлер. Время действия конец 20-го, начало 21-го века трое условно студентов, ну, одна точно студентка, отправились в городок Избрук-Хиллз, о котором ходят какие-то странные слухи. Мол, особняк там какой-то загадочный, и вообще странные дела творятся. Народ весь оттуда то ли сбежал, то ли вымер, и студенточка хочет написать об этом дипломную работу, об этом городке, и обязательно хочет переночевать в этом жутком особняке. Ну, вот любопытно ей это все. А остальные с ней за компанию туда поперлись. Это вот прям буквально на первой же карте в игре написано. В этот момент, помню, я подумал, звучит как начало фильм ужасов, да? Вот за приключениями этой студентоты и предстоит следить в первой миссии. Составили представление о декорациях, давайте теперь про действия, про игровые механики, что и как студенты будут делать. Здесь будут минимальные спойлеры, я покажу только карты из первой миссии, но их вы увидите буквально в первые же 10 минут игры, поэтому тоже не страшно. Игра, по сути, детективная квест-книга, но для выдачи информации вместо листов книги используются карты. Вот прям 4 колоды, они все лежат в одной коробочке. Вы будете получать некую информацию в верхней части карты и список возможных действий в нижней части карты. Пока карта доступно лежит на столе, вы можете выполнить любые из этих действий. Выполнение действий повлечет за собой открытие новой карты из колоды с результатами этого действия и, возможно, с новыми доступными действиями. Для некоторых действий потребуется потратить некий определенный жетон. Есть жетоны наблюдения, жетон обыска, жетоны общения. Запас жетонов у группы ограничен. В начале игры вы будете получать некоторое количество жетонов и когда вот часть этих закончилась, они будут восстанавливаться, но это ладно, потом уже сами в игре увидите, но, в общем, их не очень много. Жетонами общения, в частности, можно будет инициировать специальное действие общения, этого не было в Мортуме. Встреченные вами в игре персонажи, вы будете получать вот такие вот карты этих персонажей и не будете получать некие темы разговоров, о которых можно общаться с этими персонажами. Вот потратив жетон общения, можно приложить карту разговора к карте персонажа и специальный тут такой указатель на карте укажет вам, какую карту понадобится взять из колоды общения. Вот на этой карте вы сможете прочитать, что данный персонаж думает об этой теме. И общаться в игре надо обязательно, это отдельно прямо написано в правилах, я этот момент прочитал для себя, как без общения не выиграть. На многих картах указано количество времени, которое потребовалось на выполнение соответствующего действия. Вот здесь, видите, в углу написано 1 час. И это продвигает маркер времени по шкале времени. Время у студентов тоже ограничено. И тут есть момент, который подбешивает лично меня еще со времен Мортума. Это все классно, конечно, но мне бы хотелось заранее знать, сколько ориентировочно времени займет действие. А то иногда открываешь карту, а там ноль потраченного времени, иногда часа, иногда два часа. Понятно, что такую логику объяснить с натяжкой можно, но в реальной этой жизни я могу оценить приблизительно требуемое на действие время. А в игре, получается, не могу никогда. Но этот момент всплывает очень редко, и возможно, я вообще зря о нем упомянул. Но в конце концов обзор-то мой, могу я поделиться с вами своими личными тараканами. Вот, оперируя всем этим игромеханическим хозяйством, кучей жетонов, вам предстоит раскрыть все, ну или большинство, секретов из Brookhills. Естественно, я рассказал только про ключевые механики и упомянул только то, что вы точно встретите в первой миссии. Будет в игре и многое другое, но рассказывать, конечно, не буду, ибо спойлеры. Слово «наследие» в названии игры как бы намекает, что в игре будут использоваться механики наследия. Портить компоненты вас в этой игре не попросят, но что-то будет переходить из миссии в миссию. Ставшие привычными правила будут видоизменяться, расширяться, отменяться. Есть конверты с дополнительным содержимым. В общем, игра изо всех сил старается вас порадовать, и местами ей это очень-очень хорошо удается. Ну, и прям иногда даже вырывается. Вау! Игра содержит много тайн, открывает их не сразу. По чуть-чуть. Многослойные отношения персонажей, неожиданные и ожиданные новости, флешбеки, отсылки, несбывшиеся надежды. В игре будет всё. Только умоляю, не ожидайте от игры чудо. Это часто портит впечатление от хороших игр. Садитесь играть, как будто просто кино сели посмотреть. 20-ти часовой фильм из большой картонной коробки. Обзор подходит к концу. Напоследок хочу рассказать, кому стоит почитать экран заметки на полях в конце обзора, а кому читать не стоит. Вот бывает, что человеку нравятся и остросюжетные фильмы, и боевики, и фэнтези всякое, но он не любит какие-то определенные тематики. Ну, к примеру, зомби. Они тошнотные и вонючие, из каждого утюга про них рассказывают. Избитая тема, не хочу про зомби. Или вампиры, кровь пьют, это мерзко, и тоже из каждого утюга. Нет. Или вот драконы. Просто скользкие ящерицы, ничего в них интересного, и тоже из каждого утюга. Задрали уже драконами этими. Вот если у вас есть сильная непереносимость какой-то конкретной общепопулярной тематики, вплоть до того, что играть в игру этой тематики вам вот совсем неинтересно, то прочитайте заметки на полях. Если сильного антагонизма нет, то категорически не читайте. Так будет интереснее играть. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Заранее благодарен за лайки. Тоже люблю вас всех. Играйте в хорошие игры. С вами был Павел. Вы смотрели канал Хик Медиа. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok